МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, ребята! Мы с вами большие молодцы, ведь мы уже нарисовали в нашей тетради узоры на первой странице и на второй. Сегодня мы продолжим рисовать на третьей странице нашей тетради. А кого мы нарисуем, вы узнаете, если отгадаете загадку. Загадка. Кто это? Мы его слепили ловко, рот дуга и нос морковка. Ну, конечно же, это снеговик. Именно его так весело лепить зимой. И сегодня мы нарисуем в нашей тетради по клеточкам снеговика. Перед тем, как мы начнем рисовать, проверьте, как вы сидите. Ваши ножки прижаты к полу, спина прямая. Возьмите правильно свой карандаш. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Ребятки, мы закончили с вами рисовать на второй странице нашей тетради и переходим на третью страницу. Мы начинаем наш следующий рисунок. Это будет снеговик. Для этого отсчитайте, пожалуйста, от верха тетради вправо две клеточки от самого верха. Первая, вторая. Поставьте точку. От этой точки отсчитайте, пожалуйста, вниз пять клеточек. Первая, вторая, третья, четвёртая, пятая. И поставьте точку. В этой клеточке мы начнём рисовать снеговика. Для этого найдите верх клеточки, посередине и поставьте точку. И мы начинаем рисовать первый круг, первый снежный ком нашего снеговика. Итак, точки мы начинаем рисовать влево. Срезаем уголок, касаемся стеночки, срезаем уголок, касаемся низа клеточки, срезаем уголок, касаемся линии стеночки. Вернее, идём, 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 срезаем уголок. Первый круг готов. Теперь мы будем рисовать над этим кругом туловище нашего снеговика. Для этого вот в этой клеточке опять ставим посередине точку и начинаем рисовать второй круг. Второй снежный ком. Срезаем уголок, касаемся линии, срезаем уголок, идём вдоль по полу нашей клеточки, срезаем уголок по стеночке идём и вернулись в точку. Второй снежный ком готов. И теперь нам с вами осталось нарисовать голову. И мы рисуем третий круг, третий снежный ком точно так же. Ставим точечку вверху вот этой вот клеточки и начинаем рисовать ещё один круг. Срезаем уголок, касаемся стеночки, срезаем уголок, стеночка, срезаем четвёртый по счёту уголок и выходим вот на эту точечку. Теперь мы обязательно нарисуем нашему снеговику шапочку, шапочку ведро. По форме она будет напоминать геометрическую фигуру, трапецию. Для этого прямо над головой нашего снеговика мы проводим вот от левого нижнего уголка вправо линию длиной одну клеточку. Теперь наверху вот этой клеточки, посерединке, приблизительно на одинаковом расстоянии, ребятки, поставьте две точечки. И мы смотрите, что с вами делаем. Вот у нас линия, да, от нижнего левого уголка мы сейчас проведём линию вот к этой точке. Проводим. Теперь от нижнего правого уголка мы проведём линию к вот этой точке. Поставили на уголок, не спеша ведём. И теперь мы сдерживаем линию между вот этими двумя точками проводим. Вот так вот. Шапочка для нашего снеговика готова. И теперь нам осталось нарисовать нос, морковку и, конечно же, глазки. На голове у снеговика в самом центре поставьте точку. От этой точки вправо-вбок проведите линию. Это носик нашего снеговика. Вот так вот, то-вбок. И по бокам от нашего носа слева и справа, слева и справа поставьте две точки. Глазки и нос готовы. Первый снеговик у нас получился. Теперь мы будем рисовать следующего снеговика. Второго по счёту. Для этого от первого снеговика вот отсюда отсчитайте, пожалуйста, вправо две клетки и поставьте точку. Первая, вторая и поставили точку. Мы начинаем рисовать точно такого же снеговика. Ставим посерединке нижней клеточки точку и начинаем рисовать круг. Срезаем уголок, касаемся линии, срезаем уголок, дотрагиваемся до линии, срезаем уголок и уходим к нашей точке. И то же самое. Второй по счёту круг. Ставим точку и начинаем снова рисовать. От точки срезаем уголок, по линии срезаем уголок, идём по линии, срезаем уголок, идём, идём по стеночке, срезаем уголок, вернулись к точечке и ставим ещё одну точечку и начинаем рисовать голову нашему снеговику. Точно так же. Обязательно дотрагиваемся до линий, пропускаем только уголки. Наш кружок дружит со стеночками и с верхом и низом клеточки, а уголки пропускает. И теперь рисуем шапочку. Над головой проводим линию длиной в одну клеточку. Вот здесь ставим две точечки и рисуем так же, как у первого снеговика. Мы делаем так. Эту точку соединяем с левым нижним уголком. Теперь правый нижний уголок соединяем с этой точкой. И проводим между этими двумя точками маленькую линию. Рисуем посередине точечку, проводим в бок носик и по бокам от носа рисуем глазки. Перед тем, как продолжить рисовать по клеточкам наших снеговиков, предлагаю вашим пальчикам и ручкам отдохнуть. Приготовьте свой карандаш. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Мы продолжаем рисовать снеговиков. Отступите, пожалуйста, от второго нашего снеговика две клеточки, поставьте точку и нарисуйте снеговика самостоятельно. И так через две клеточки дорисуйте снеговиков до конца строчки. Напоминаю, наш карандашик не касается полей. Вот такие вот снеговики у нас с вами получились. Мы продолжим учиться рисовать по клеточкам в другой раз. До свидания, ребята!